Ребята, всем привет! С вами Конова Аня, проект Ваберлик Онлайн. И в этом видео я вам расскажу про новинки каталога номер 3. Получается, это будет у нас третья часть новинок. Итак, в этой части, конечно, хочется сказать, что я впервые заказала суп по-средиземноморски с пастой Орза и маслинами с бамбуковой клетчаткой. Как обычно, он 100% натуральный. Тут идет высокое содержание бета-каротина, селена, пищевых волокон. Идет 7 порций и время приготовления 25 минут. Вот так красиво он оформлен. Дальше, значит, артикул 116.10. Тут огромный спектр прямо витамин, который можно вот зачитать. Можете поставить на паузу, посмотреть. Тут действительно много витамина группы В. Тут же идет железо, магний, цинк, селена и так далее. Состав я вам сейчас загуглю очень-очень крупно. Значит, он действительно 100% натуральный. Высокое содержание, получается, самых полезных веществ. В составе идет бамбуковая клетчатка. В упаковке 7 порций, время приготовления 25 минут. Для приготовления пасты Орза используется мука грубого помола из цельного зерна. Также бамбуковая клетчатка. Это уникальный источник пищевых волокон. Не раздражает желудок, способствует длительному насыщению и улучшает обмен веществ. Маслины полезны для кожи и волос благодаря высокой концентрации витамина Е, источника молодости и красоты. Также результат у нас, как пишут на сайте, это аппетит под надежным контролем. Вы здоровы, сыты и полны энергии, готовы работать. Ну что ж, ребят, смотрите. Значит, так вот он выглядит. Аромат у него, в принципе, очень даже шикарный, вкусный. Огромное количество просто приправ. В составе идет паприка. Я немножечко попробую. Также, ох, прямо, знаете, вот очень такой приятный аромат. Кисленькие какие-то помидорки я почувствовала, еще что-то почувствовала. В общем, сейчас в самом конце этого видео я покажу, что у нас получилось. Мне кажется, что получилось здорово и классно. Получится, вернее, да, очень хочется попробовать это все. Конечно, когда много приправ, я не люблю. Тут мне показалось, что приправы много. Дальше способ приготовления. Значит, тут идет все по желанию. Значит, вскипятить бульон объемом 1,7 литров. Высыпать в содержимое пакета, перемешать, довести до кипения и убавить огонь. Варить на медленном огне под крышкой в течение 25 минут. Снять с огня, добавить соль по вкусу. То есть он идет бессолый. Мне очень нравится, что соль не добавляют. То, что мы можем сами регулировать, сколько нам нужно соли. Потому что правильное питание, это когда человек может выбрать, соль он кушает вообще или без соли. Далее, по желанию можно подать с зеленым, с чем-нибудь, да, там укроп, петрушка, в общем, с зеленью и соусом песто. В общем, мы будем пробовать просто без соуса. Вот такую вот красоту. В общем, посмотрим, что получится. В общем, очень интересная новинка. Отправляем ее готовиться. Следующая это салфетка-губка двухсторонняя. Размер 13х3х10 см. Мы ее уже попробовали. Я всегда такое чудо беру по две штучки, чтобы вам показать новенькую. И посмотреть, как оно в деле, чтобы потом, мало ли что, грязненькую не показывать. Ух, как она упакована тут хорошо. Обычная такая вот салфеточка, но не совсем такие обычные. Давайте я прям сильно-сильно увеличу. Она идет такая, знаете, грубенькая. И вот тут вот как раз вот эти вот все идут, вот эти вот остренькие штучки, которые не скребут, но и хорошо оттирают. Не обязательно пользоваться этой губкой. Это уже другая сторона, я вам показываю, да. Не обязательно пользоваться этой губкой с какими-либо моющими средствами. А как оно все по краям прошито, вот можете посмотреть. Да, то есть все ровненько, все хорошо, красиво. И цвет губочки тоже очень даже такой симпатичный. И вот эти вот штучки, они такие грубенькие. И они причем такие остаются. То есть она идет очень удобная, двухсторонняя. Губчатая сторона вот эта вот. Она будет создавать обильную пену. Там вдруг посуду помыть, еще что-то. Я думаю, очень даже хороший вариант. И ей удобно. Она такая большая, хорошенькая. И мягкая сторона, она состоит из мягких и жестких щетинок. А щетинки такой, знаете, средней жесткости, не сильные. И очищает любые предметы поверхности с сильными загрязнениями. Подходит для мытья посуды с антипригарным покрытием. Я думаю, это важно. А также для очистки мебели, обуви, одежды. Да, размер 13 на 3 на 10 сантиметров. Вот такая вот красоточка. Вес 12 грамм, кому это интересно. Наконец-то мне удалось урвать такие вот ложечки. Они симпатичные, их хочется. Да, там, допустим, кто-то пришел в гости, тортик, стол где симпатичный. Еще классно эти ложечки, получается, дарить. Что мне тоже очень понравилось. Все они идут запакованные в такой вот упаковочке. И смотрите, какая просто чудо ложечка. Очень красивая. Еще пока не мыли ее, ничего не делали. Она очень крепкая, она не гнется практически. Более такая легкая, нежели наши вот эти вот золотистые ложки. Не вот эта золотистая, а предыдущая. Размер у нее 15 сантиметров. И цветовое покрытие индивидуально и может отличаться от представленной на фото. Но, в принципе, да, фото вот тут идет синяя, а тут как бы желтенькая. То есть вот они такие вот непредсказуемые ложечки. Да, она идет радужной ложкой в форме сердца. Ну, это, знаете, и подарок, и украшение чаепития. И действительно романтично. И когда вот гостям такие ложечки выдаешь, а я их заказала, что-то, не знаю, три штучки. Надо еще штучек бы 10 взять. Классные ложечки. Я довольна такими. И вот еще такие вот золотистые ложечки. Ну, в принципе, то же самое, но они просто идут другой артикул и другая расцветочка. Такие вот обычные золотые ложечки. Причем моя Виктория, увидев именно вот эти ложки, она такая говорит, ням-ням кушать, пойдем, взяла ложку, унесла. Я говорю, нет, мама сейчас снимет, потом тебе даст. Это вот твоя ложечка. В общем, детям безумно такие ложечки нравятся. Вроде бы все ровненько, вроде бы все хорошо, никаких прям нареканий нету. Ни к тем, ни к другим кушать будет комфортно. Мне нравится такое вот исполнение. Это тоже все вырезано, выбито. Посмотрим, как оно в посудомойке. Подойдет, не подойдет. В посудомойке, да, если что-то с ними случится, то я обязательно расскажу об этих пустых баночках. Если ничего не случится, то, в принципе, и рассказывать не буду, рассказывать будет нечего. Далее, ребята, вот у нас такие вот появились кислоты. Во-первых, комплекс гуминовых кислот. И во-вторых, появилась пихтовита. Это клеточный сок пихты сибирской. То есть в обеих идет по 30 порций. Честно сказать, вид и запах у них не особо-то такой классный. Прогумин. Это комплекс гуминовых кислот. Он идеально подходит для снабжения организма недостающими компонентами, которые эффективно справляются с вирусами и улучшают работу всех систем в организме. Помогает организму в борьбе с вирусными инфекциями. Восполняет энергию при стрессе и переутомлении. Идет как природный адаптоген. Тут 30 мл, 30 порций. И вот как раз-таки одна пипеточка. То есть тут идет, не показываю вам. Тут идет одна вот такая пипеточка, которая как раз-таки и выливается. Открывается он сложно. То есть вы надавливаете, сжимаете сильно и начинаете раскручивать. По-другому будет очень даже сложно. То есть он такой вот черненький. Вот немножечко вам показать. Такой вот он черненький. Ну тут капелька посерединке образовалась. То есть он похож чем-то на стебию. Запах у него, конечно, вот как раз про него и говорила. Что-то такое горькое, непонятное, неприятное. Так как пипетка, да, вот эта вот пипетка, она не, получается, там не написан миллиметраж. И 5 мл, а нет, 1 мл, по-моему, да, тут идет. 1 мл концентратор развести в 200 мл питьевой воды или фруктового сока. Принимать один раз в день. То есть тут, получается, не написано, сколько пипетка мл. И мы мерили в шприце из-под нурофена 1 мл. И у нас получилось, что 1 пипетка, не полностью набранная, вот сколько там набирается свободно, да, там чуть-чуть остается места, да, в этой пипеточке, получается, и есть вот этот вот 1 мл. Раскрутить его сложно. Мы очень долго думали, как его открыть. Получается, без надавливания вы не откроете его. То есть надо надавить именно. Не сжать, а именно надавить. И вот как раз вот тут, видите, чуть-чуть не хватает, вот это и есть 5 мл. В общем, очень интересная такая штучка. Да, долго мучились, мучился папа, мучились. Принимать написано 1 день, вот. И не написано до еды, после еды, вообще ничего нет. Объем у него 100 мл. Такой немаленький флакончик, я бы сказала. И состав тут очень даже натуральный. Это комплекс гуминовых кислот, шунгинтная вода и регулятор кислотности, янтарная кислота. Не знаю, правильно, неправильно я кислоту шунгинтную назвала. Может быть, ударение неправильно сделала, да. То есть вот мы навели. У нас получился такой вот раствор. Честно, из-за запаха пробовать не хочется, но я попробую. Выпила, ребят. Очень такая невкусная кислокурькая консистенция. Очень неприятная, скажу вам честно. Прямо кошмар, кошмар. Ну, тут нарисована там, по-моему, чурная инкра и еще что-то. Ну, вот, да, чем-то вот есть такой вот немножечко оттеночек, но очень неприятная штука. Хочется чем-то запить. Может быть, соком будет вкуснее, но я вот попробовала на воде. Я, если честно, не в восторге. Очень бы хотелось, чтобы специалисты компании Фаберлик его бы закапсулировали. Потому что, прочитав про вот этот вот прогумин, интересовавшись у своего медика, с которым я уже общаюсь, у него 25 лет стажа, врач общей практики. У него очень много регалий. Она действительно суперумная женщина. Она вообще полностью нас забрала с Викой из антибиотиков. Мы полностью сидим на БАДах. И я хочу вам сказать, что я прям уверена в ее знаниях. Это очень умная женщина. И наш лечащий врач нашей семьи, она лечит моих родителей, меня, свекровь со свекром. В общем, мы все ездим к ней. Врач очень даже дорогой, то есть половиной тысячи прием. В общем-то, да, и благодаря ей наша Виктория, даже если заболеет, то на следующий день выздоравливает. В общем, низкий поклон. И вот вы знаете, она, я когда сказала, что у нас появляется прогумин, она мне просто позвонила и сказала, это восторг, берите больше, пейте всей семьей, вам это очень нужно, это очень крутая штука. И вообще просто это великолепная вещь. Но, блин, ребят, извиняюсь за сленг, за все свои блины. Вещь действительно очень неприятно пьется и такое послевкусие долго во рту держится. Я прям побежала это все дело запивать. Прямо во время обзора все выключила и побежала запивать, потому что это просто что-то с чем-то. Ну, посмотрим, посмотрим, пропьем, посмотрим. Я, конечно же, понимаю, что он быстро закончится, потому что люди, которые знают, насколько это полезно, которые понимают, конечно же, они все это разберут. Поэтому я взяла три штучки. Будем пить всей семьей пока что. Своим родителям Мурыгина я вот не знаю, когда я поеду. Но, может быть, сестра у меня заберет одну штучку для них, потому что она тут будет приезжать на фотосессию. У нас будут новинки. Я все новинки заказала, ребят. Приходят они 23 февраля, но видеооператор 23 января будет вне зоны доступа, поэтому мы решили 25 февраля все отснять, как положено, все новиночки, одежды. И, честно сказать, конечно же, до такой степени невкусная штука, что ого-го. Напишите свое мнение, кто уже тоже попробовал. Выпить, конечно, выпьем. Второй раз желание, так как я знаю, до чего он полезен, конечно же, у меня будет заказать. Но, вот я сижу и думаю, как я это буду пить, как это вот это вот. Может быть, его быстренько в рот, вот этот вот один малый, и запить большим количеством воды, или обязательно в воде разбавлять. Вот, если честно, не знаю. Может быть, у нас еще кто-то есть с медиком, кто смотрит мой YouTube. Дайте, пожалуйста, совет. Очень вас прошу дать совет. Потому что вещь действительно классная. Далее идет пихтовита, клеточный сок пихты. В общем-то, мы живем в мире, где иногда сложно найти место для чего-то натурального и природного. Но мы знаем, что еще природа подготовила для нас все, что нужно для хорошего самочувствия. Даже если мы живем в центре города, вот это вот все. Ведем вредный образ жизни, спим не вовремя, пьем много кофе, может быть. И так, кто чего. И вот как раз концентрат напитка на основе сибирской пихты, пихтовита, это природный высококачественный продукт из свежезаготовленной древесной зелени пихты сибирской. Он повышает умственную и физическую работоспособность, укрепляет иммунитет, обладает антиоксидантным свойством, является природным источником железа. Идет 30 порций. Как его применять? 20 капель развести в 100 или 200 мл жидкости в воде или в соке. Принимать внутрь по 1-2 раза в день за 10-20 минут до еды. И состав у него тоже такой, знаете, натуральный водный экстракт хвои пихты сибирской. То есть вот так вот. Кому нужно, конечно же, я покажу близко аннотацию, где он изготовлен в городе Томске. Эксклюзивно для Фаберлик. В общем-то, да. И вот что он делает. Это натуральный источник железа. Повышает физическую умственную работоспособность, эффективная защита от свободных радикалов. И укрепляет иммунитет. В общем-то, да. То есть, ну, я не знаю. Сейчас, конечно, я так понимаю, будет бесполезно, что я его выпью. То есть вот наводить его нужно 20 капель. Он идет в такой вот упаковочке. То есть вот она. Такая вот одна капелька. Прям ценное такое вещество. И причем стоит всего 355 рублей по моей цене. То есть такая вот жиденькая водичка. Водичка, в принципе, действительно пахнет чем-то таким пихтовым, еловым. Непонятно, да. Но посмотрим. Кстати, он после прогумина практически без вкуса, без света и без запаха. Есть вот это вот еловое какое-то, да. Пихтовое послевкусие. Но он до такой степени мизерный, что вот этот напиток очень даже приятно пить. Я не знаю, можно ли его будет детям. Если можно будет детям, я буду очень рада. Я знаю, что моя Викуська это все выпьет дело. И что еще хочется сказать. Скоро будут проводить про это, про все вебинары и прямые эфиры. И, конечно же, если будет возможность, я скачаю, выложу на YouTube. Обязательно с вами поделюсь. И вы уже обязательно со стороны медика посмотрите. Мой медик сказал, что это тоже обалденно. Я не знаю, можно ли пить это все вместе, совмещать в день, да. То есть пить и прогумин, и пихтовиду. Я не знаю, но вот это средство, его можно не капсулировать. Оно, в принципе, такое нормальное, легонькое, классное. А вот то, вот честно вам скажу про гумин. Я буду сидеть и думать. Тоже заказала, как вы видите, три штучки. Да, про гумин я буду сидеть и просто думать. Надо выпить, надо выпить, надо выпить. Я знаю, что я долго буду над этим стаканом сидеть, чтобы это выпить. Полезные, они всегда супер вкусные. Далее, появился у нас с вами биогель для стирки 3 в 1, для белых и цветных тканей, для жесткой воды. Это Гринли, Хонгнон Гринли, наша с вами новая линейка, которая действительно прогремела. И действительно на нее огромное количество просто заказов. Она уже стала лидером продаж, потому что людям нравится. Вот что-то с биокондиционерами для белья у них там не ладно, а все остальное просто великолепно, все здорово. Оно идет полностью натуральное и максимально эффективно в жесткой воде. Значит, можно стирать машинной стиркой, можно стирать ручной стиркой. У него очень приятный аромат. Мы уже один раз им постирали, но, ребят, очень сложно нам с нашей косметикой найти какие-либо пятна. Викуся пока не заляпалась ничем. Запах цветочный, приятный, каких-то мелких полевых цветов. Прямо вот хочется на поле, хочется что-то вот, да. Далее, да, консистенция у него такая вот, не густая, не жидкая. То есть такая вот, да, видите, льется и льется. Вот, крышечка тоже очень удобная. Налили, закрыли, ничего нигде не заляпали. Вот этот вот ограничитель, он тут очень даже в тему. В общем-то, средство пока понравилось. Один раз постирали, никаких нареканий нету и все здорово и классно. Далее, будем с вами смотреть вот такую вот вещь. Это получается у нас погружной блендер. Приходит он в такой коробке. Тут уже все прямо написано, расписано. Очень все подробно. Размер у него 50,5 на 70,5 на 37. Материал нержавеющая сталь, пластик. Напряжение 220-240 вольт. Частота 50-60. Мощность 1000 ватт. Сделана в Китае. Да, тут в принципе все значки указаны, что с ним делать, что с ним не делать. Я рада, что у нас появляется все шире и шире ассортимент в каждой категории. У нас с вами очень много категорий продукции. Есть с чем гордиться. То есть наша MLM-компания самая широкая по ассортименту. Это просто шикарно. Значит, что тут есть? Регулировка скорости, турборежим и три насадки. Ну вот, в принципе, и все. Больше ничего не написано. Давайте же будем смотреть. Значит, это у нас погружной блендер, который все измельчает. Далее идет сам блендер в составе. Вот мы его уже тут пораскрывали, повключали, посмотрели, как оно все тут прицепляется. Да, видите, тут мы еще подумали, как так, почему ничего не подходит. Тут, оказывается, еще есть одна насадка до насадка. Мощность вот тут вот регулируется. Все очень удобно. Все рассказано хорошо. Он подходит для мяса, как пишут. Тут к нему, значит, аннотация, серийный номер, срок годности. У него все это есть. То есть, если что-то где-то сломается, как в обычном магазине, вы можете это все вернуть. Далее, такой вот венчик. Уже обычный, такой мягонький. То есть, кому вручную не хочется, есть и то, и это. Далее, что мне понравилось. Вот это в магазинах такого не бывает. Это очень устойчивый, классный такой пластмассовый дозатор, в котором можно даже и взбивать что-то. То есть, в нем вы тоже можете все взбить. Видите, он подходит. Все прям по граммам, по миллиграммам. Тут, значит, миллилитры до 700. Тут леньное такое вот отделение, чтобы ничего никуда не вылилось зря. Очень устойчиво. И с другой стороны тоже миллилитры, чтобы было удобно смотреть. Мне нравится такое. Далее. Это у нас крышечка. Вот я даже не знала, что она у нас с вами есть. Очень удобная крышечка. Можно тут же навести и тут же закрыть. И оно действительно плотно закрывается. Я думаю, это такой нужный аксессуар. Да, молодцы, ребята. Это действительно удобно. Дальше. Само еще есть у нас отделение, где можно блендерить мясо, рыбу, орехи. В общем, все, что острое, непонятное. Вот такая вот вещица. Да, то есть вот она идет. Это все достается, моется. Конечно, не все безопасно, но я думаю, блендеры, они все у нас такие. А вот, да, то есть втыкаем. И все у нас с вами великолепно. А это насадочку можно оставить, да, получается под миксер. Я так понимаю, нет, не подходит. А может и подходит. Ну, в общем, сейчас будем разбираться, делать мяско. Да, то есть вот оно все туго. Смотрим, да, то есть сделаем мяско на котлетке. Так, дальше, значит, что у нас тут идет. Тоже все великолепно. Вот, да, то есть подкрутили и погружаем. В общем-то, все удобненько. Вот тут только не совсем поняла, как подходит. Ну, вот это вот отделение, оно идет именно для венчика. Так, тут все плотно. В общем, что-то я не то, наверное, делаю. Он у меня выпадает. В общем, посмотрим. Такая вот красота. Очень красивый дизайн. Подходит к нашим чайникам. И ко всему остальному, что подойдет. Инструкция на русском языке. Ну, что ж, пойдемте с вами на кухню. Так, ребята, обхохотаться можно. Тут просто одна вот, вот одна скорость, вот вторая. Легонько, да. То есть, что у меня тут не получалось, я просто побоялась сильнее надавить. Побоялась, как даже сказать, побоялась сломать. Хотя зря тут все было прочно, все было здорово. Просто надо было сильнее надавить. Так, давайте, значит, взобьем яйца. Ну, что обычно мы делаем, да, там на торты, на все. А прочее. Да, то есть, давайте попробуем. И вот такой вот слабенький режим. Что мне нравится, вот этот стакан, он очень плотный, очень такой прочный. Да, в принципе, взбивает великолепно, уже начала появляться пеночка. Смотрите, сколько пену он наделал. Можно было вообще все взбить. Ну, в общем, это нам пригодится сейчас на котлетки, на все. Так, не знаю, как у нас получится, но вот хочется прям положить парочку крупных таких кусочков мяса. Как вы видите, я разморозила, ну, полкило, наверное, туда. Грамм, может быть, 600-700. Да, я разморозила. И понимаю, что, ну, чересчур многовато. Да, может быть, его помельче надо было покрошить, но мы сейчас с вами все это дело проверим. Так. Так, все вроде бы хорошо закрепляется. Вроде бы, да, все хорошо. Сначала я, так понимаю, на маленький режим, на верхнюю кнопочку. А потом можно и на более мощный режим. Ребят, просто великолепно. Зря боялась. Можно, я думаю, и еще кусочек было положить. Очень неудобно, делаю все издалека, поэтому... Так, посмотрим, что там внутри. Ну, да, в принципе, крошится великолепно. Но тут, конечно, очень маленькая вот эта вот емкость. И вот этот кусок мяса уже просто некуда будет положить, как вы видите. Просто некуда. Давайте еще положим чайце-лук. Тут, конечно, много не войдет. Это 100%. Давайте положим весь, поиздеваемся. Людей, наверное, сейчас сердце кровью обольется, что я вытворяю. Ну и поехали. Сначала на маленький, конечно же, режим. В общем, тут надо отдельно фарш, отдельно лук. Все по отдельности. Потом это нужно все смешивать. В общем, это все очень мало. И, честно сказать, это неудобно, потому что, ну, проще в мясорубке все это сделать. Да, измельчила все просто, просто в порошок. Но это проще делать в мясорубке, нежели вот так вот мучиться, вот на мой взгляд. Но, честно сказать, допустим, ребенку пюре мгновенно сделает, да. То есть пюре из фруктов тоже мгновенно сделает. Очень, в принципе, полезная штучка, но для маленьких объемов. Вот нам, мы, например, как делаем? Мы купили мясо, там много килограмм мы его намололи. Там что-то на гуляш, что-то на котлетки, что-то еще куда-то, да. То есть таким вот образом. И все у нас замечательно. Тут мы будем молоть два дня только одно мясо. И оно, конечно, режет, колет. Тут больше получатся котлетные оладушки, нежели получатся, получается, котлеты. Вот это тоже нужно понимать. Поэтому, да, он подходит под мясо. Он довольно-таки мощный, довольно-таки классный. Но я считаю, что объемы слишком маленькие, хотя мощность все хорошая. Так, ребята, далее суп пошел. Как раз-таки я на кухне. Далее пошел суп. Давайте посмотрим, да. То есть вот такой вот он получился рисовый, с маслинами. Рис прямо крупный-крупный такой. Давайте еще может увеличим. Ну, чтобы он был видно. Да, то есть вот еще пока не пробовали. Ну, что, ребята, можем сказать. Попробовали мы этот суп. Нормальный, вкусный. Не совсем привычно, что он такой, знаете, без картошки, без всего. Но он действительно вкусный и классный. С такой, знаете, кислинкой идет, помидоринкой какой-то, перчиком. Вот не сильно острый в меру-в-меру тут и приправы всего. В принципе, нормально. Ну, и вот какие у нас котлетки получились, ребят. Ну, честно сказать, они сильно перемолотые вышли из-за того, что, ну, уж очень мелко блендер крошит. Поэтому наше мнение, что, да, оно крошит мясо, с мясом справляется. Но мясо слишком сильно перетертое получается. И хочется, конечно, более такие, как даже сказать, котлетки, которые можно будет пожевать. Ну, и следующее. Это противовоспалительный травяной сбор. Олива называется. Давайте будем смотреть. Значит, тут листья оливы, трава и лист перечной мяты. В пакетике, в пакетике получается 21 пакетик. Ну, я так понимаю, каждый день можно пить, но каталог хватит, да, как раз на 21 день основные каталоги. И тут написано. Совмести приятное с полезным. Ароматный травяной чай. Это здоровье в каждой чашке. Выбери направленные действия. Цени яркий вкус. Обладает противовоспалительным действием. Укрепляет иммунитет. 100% натуральный продукт. В составе листья оливы и мята. Уникальная рецептура. Направленные действия. Комплексная поддержка организма. Ну, в принципе, все довольно так и понятно. Состав чистый, без всяких различных примесей. Вес 31,5 грамм. В 21 фильтр пакетики. И что тут написано, как применять 1-2 фильтра пакетика. Положить в чашку. Залить стаканом кипятка 200-250 миллилитров. И настаивать 5-10 минут. Такие вот обычные пакетики. Простенькие, да. То есть я вот оба заварила. Ну, что ж, будем пробовать. Это, знаете, нам мама такой вот чай заваривала, когда мы выходили там после душа, из баньки, еще что-то. Очень вкусный, очень приятный чай. Мне понравился аромат. Легкий такой привкус мяты. Чувствуется, что он полностью натуральный, полностью травяной. Это, конечно, прекрасно. Следующий – это тонизирующий травяной сбор. Оказывает тонизирующее энергетическое действие на организм. Отличная альтернатива кофе. 100% натуральный продукт. Уникальная рецептура. Направленные действия. И комплексная поддержка организма. В упаковке также 21 пакетик. И как применять? 1-2 фильтра пакетика. Положить в чашку, залить стаканом кипятка. 200-250 мл воды. Такой прям яркий у него аромат. Не следует принимать при гиперчувствительности к любому из компонентов чайного напитка. Не является лекарственным средством. Настаивать 5-10 минут. На мое мнение, я еще его не пробовала, что он как будто бы сладкий. Ну что ж, попробую. Состав тут, конечно, уго-го какой. Трава и лист мяты. Бактерицидные сосудорасширяющие, анализирующие, спазмолитические, патогонные, ветрогонные, желчегонные. Лист земляники. Ой, ребят, не буду все перечитывать. Значит, просто зачитаю. Лист земляники, цветки гибискуса, корень имбиря. Очень хорошо. Корень солодки, трава лемонграсса, корнеплод свеклы. Корень элеутерокока. То есть, тут как применять, все тут написано. 100% натуральной травы, контроль технологии выращивания и комплексная поддержка организма. Очень приятный аромат. Не сильный, не бьющий в нос. Пахнет чем-то кисленьким. Такое ощущение, что он идет немножечко консистенции, погуще, чем вот эта олива. Плюс ко всему, он действительно сладкий, приятный. Действительно идет с такой классной кислинкой суперской. Вкусно, приятно, классно. Я довольна. Чай вкусный. Мало того, что он тонизирует, он еще и просто так сам по себе вкусный. Я огромный такой вот прям кофеман. Я очень люблю чай. У меня всегда, когда я работаю за компьютером, много чего наставлено. Вокруг меня я люблю то огурчик похрустеть, да. Я сейчас стараюсь уже ничего вкусненького не хрустеть. Хрустеть что-нибудь такое, да. Да, что-нибудь такое кушать, чтобы не навредило особо фигуре. Вот. И, конечно, вот такой чай я с удовольствием буду пить, да. То есть пару пакетиков с утра в огромную мою кружку. И хоть бы что с удовольствием выпью. Ну что, мои хорошие, всем пока-пока. Надеюсь, обзор вам понравился. Будем также подробно снимать и дальше. Всех целую, обнимаю. Всех с прошедшими праздниками, с наступающими праздниками.